Желтый лук А если это белый, так он никогда не доживет до нового урожая, в то время как желтый спокойно можно есть, уже вырастив репку. Из семян репку получить сложно, только рассадой или выращивая сивок. Сивок – это вынужденная остановка, то есть промежуточная стадия. Сивок очень дорог, а рассаду выращивать тоже не всегда получается, потому что места на подоконнике обычно не хватает. И я решила вопрос очень просто. Выращиваю лук-шалот и лук-порей. Ну, чуть-чуть может быть сивка для того, чтобы на зелень, если там не хватит батуна, к примеру. Но шалот время от времени нужно обновлять. Что я делаю? Тот лук, который на еду, я храню в погребе. А тот, что на посадку, отбираю примерно 80 головок, храню в квартире наверху, на шкафу. Для того, чтобы обновить, я беру из погреба несколько луковиц и высаживаю их весной. Вот, весной посадила. Они дают вот такую головку, завязывают семена. Я весной высаживаю, получаю вот такой вот сивок. Это делать можно не каждый год, раз в 5-6 лет. И имейте в виду, что лук – перекрёстно опыляемое растение. Если рядом какой-то цветущий лук, то он даст не тот сорт, который вам надо. Что-то такое даст непонятное, но не то, что вы хотите. Поэтому выращивайте шалот, разводите у себя и будьте всегда с луком. Это же здорово! Лук – это растение долгожителей. Я желаю вам всего доброго. До встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!